Большой привет любителям орхидей! Ребята, сегодня хочу вам рассказать о своей вот этой принцессе. Не знаю я ее названия. Она этим летом процвела не по сорту. Очень долго держит свои немаленькие цветочки. Но этот фаленопсис был куплен мною, или подарен мне, нет, скорее всего, подарен мужем, лет 5-6 тому назад. И вот, значит, она у меня цвела очень такими, намного меньше размером цветочками, бархатистыми. Видите, какая у нее интересная губка. Ну, что меня вот она удивила в этот раз вот таким вот интересным, непонятным цветением. И был период у нее, когда она попала у меня в реанимашки. В реанимашки попала, и долго она сидела, и как-то все у нас дела не шли. И вот, наконец-то, она как будто, как-то, знаете, спящая королева, царица, царевна, воспрянула ото сна и начала большими темпами наращивать мне листовую пластину. Я так обрадовалась, думаю, ну вот, наконец-то, наконец-то. Она сидит у меня в крупных кусочках коры, и все бы ничего на вид. Ну, конечно, листовая масса у нее такая очень скромная, но после того, как она отгноила практически все корни, сбросила листики, мне это просто казалось фурором, потому что, посмотрите, какие огромные листовые пластины. Вот она растит из середины новый листик, и все у нее замечательные. Корешки у нее замечательные, сейчас я вам даже покажу эти корешки, сейчас вытащу из горшка. Здесь немножко неудобно, вот, ну, посмотрите, вот, внизу даже уже вышел корешок, и все бы ничего. Посмотрите, какие у нее... Не хочу вытаскивать, ребят, тут неудобно. Ну, в общем, посмотрите, какие у нее корняки, ну, все, как говорят, в народе зашибись. И вот я прихожу на днях, и вот такой вот лежит чудо-юдо. Нижний лист у нее, значит, ну, он как бы сначала начал с кончика желтеть, и я, в принципе, знаете, так думаю, ну, растит новый листик, как говорят в орхомире, ест себя, хотя это как бы орхолюбители знающие утверждают, что это как бы неправильно, но я считаю, что есть и естественный процесс, когда орхидея, в принципе, как и любое растение, сбрасывает свои какие-то старенькие листочки. Ну, в общем, вот такое я увидела где-то, может, недели-две назад, но я не придала значения. Ну, вот, ребята, буквально за одни сутки я вот сегодня прихожу резко. Причем, посмотрите, вот этот, который возле шейки, лист, он просто резко пожелтел. Я его, конечно, сняла, и что я увидела, и что я увидела, посмотрите, оцените. Да, ребята, похоже, это фузариоз. Я, конечно, уже обработала, развела, у меня был только топаз, развела топаз, ну, буквально там, знаете, такую хорошую концентрацию сделала и пролила ее. Ну, вот на первый взгляд, вот помогите мне с выводами, может, мне еще рано делать выводы. Ну, на первый взгляд, это как бы похоже, да, на пигмент, если подняться выше, ну, как бы, да, но не совсем это пигмент, видите. Ну, вроде корни растут. Ну, вот с этой стороны корень тоже окрашивается в этот фузариозный фиолетовый цвет. Но, учитывая, что ее, как бы, окрас самой орхидеи, можно сначала подумать, ну, чего, нормальное явление, да, никакое это не фузариоз. Но, на самом деле, ребята, я просто думаю, что это все-таки фузариоз. И вот мне, конечно, обидно и отрадно за то, что я, в принципе, так за нее боролась, так старалась, так ее выхаживала, столько лет с ней, так сказать, носилась, и тут бамс. И я хочу, почему я снимаю это видео, я для себя сделала такой вывод, что если болезнь уже есть, и если она приняла какую-то хроническую форму, то она все равно будет периодически о себе напоминать. И вот это фузариозное, так называемое, крыльцо, оно просто со всех сторон обняло стволик орхидеи. Вы видите? Я, как могла, прошлась кисточкой здесь со всех сторон, во все пазухи залезла. Ну, ребята, я не питаю уже никаких надежд, и очень жалко. У меня было такое, знаете, тайное желание, что я увижу все-таки ее то цветение, с которым она была куплена, и идентифицирую эту красотку. Вот посмотрите, какой у нее длиннющий цветонос, и вот такие крупные достаточно цветочки. Ну, где-то, даже, мне кажется, сантиметров 10-11. Она сейчас не в том цвету, в котором она обычно цвела у меня, а цвела она у меня не один раз. К сожалению, тогда я не вела свой канал, и не сохранила ни фото, ни видео этой красавицы. И вот, ребята, я так подозреваю, что придется мне, наверное, в скорости с ней расстаться. Подскажите в комментариях, какие вот вы знаете такие стопроцентные средства, хотя я знаю, что фазариоз победить, это очень-очень тяжело, очень сложно. Ну, вот видите, что у нас происходит. Если бы не вот эти вот листики, которые так просто, очень быстро, моментально приобрели вот такой вот, вернее, это один листик, это я его вот так. Видите, вот краешки прям розовые. Он так быстро-быстро очень превратился из зеленого в желтый. Ну, хотя сам процесс начался не быстро, постепенно. И шел такими, знаете, очень медленными, нормальными такими темпами. Ну, вот что произошло буквально за два дня. Вот так, друзья мои. Но что служило толчком? Кто нажал на курок? Конечно, на курок нажала я сама, потому что орхидеи были очень пыльными. И я решила их продушевать. Я сделала теплую водичку, значит, все как положено, продушевала. Это делаю я очень-очень редко. И, видимо, вот эти все хроники, которые были у орхидеи, они вышли наружу. И сразу же пошло пожелтение листа. Так что правду говорят, ребята, что душевать надо только здоровое растение. А если это растение уже было у вас в реанимации, если вы уже боролись за его жизнь, держите его подальше от вашего душа. Не заливайте его, хотя я пролила все серединочки, промокнула, вернее, не пролила, промокнула. Я все сделала как надо. Но последствия не стали себя долго ждать. Буквально день-два и вот такой вот печальный результат, друзья мои. То есть это как бы, знаете, как это... Это вот действительно доказательство того, что если есть эта инфекция, то она моментально активируется, если ей создать благоприятные условия. И, видимо, повышенная влажность, температура. Потому что я поливала такой, знаете, комфортной... Температура воды была комфортная. Градусов так 30-35, как и советуют. И вот это как было спусковым таким механизмом. И понеслось. И вот теперь я подозреваю, что у орхидеи уже не останется никаких шансов. Учитывая вот такие вот ее проявления. Если фазариоз пойдет выше по стволу, а его тут, в принципе, для этого стволика вообще чуть-чуть, то он, конечно же, листик за листиком орхидею съест. Но пока что первое, что я сделала, я вам говорила, это все-таки применила тапаз. Посмотрим, друзья. Посмотрим и будем надеяться на лучшее. Так что всем быть надо внимательны. И хочется хорошо сделать орхидеи. Хочется очистить ее листики. Хочется открыть ее устицу. Хочется как-то наоборот сделать лучше. А получается, что делаем только хуже. Нет, я совсем не против душевания, ребята, нет. Но на своих ошибках, сказать, учатся неумные люди. И поэтому вот такой вот результат не заставил себя долго ждать. Так что делаем вывод. Душевание, ребята, для здоровых орхидей. И тем более, если вы где-то уже замечали за своей орхидеей какие-то хронические вещи, то не надо этого делать. Душевание для нее противопоказано. Все, ребят, всем большой привет от нас. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчик вверх. И будем с вами вместе переживать за дальнейшую судьбу вот этой вот красавицы. Субтитры сделал DimaTorzok